Всем привет! Сегодня будем решать довольно интересную металлическую головоломку под названием Cast Hashtag. Головоломка стоит из четырех деталей, которые связаны между собой, и задача заключается в том, чтобы каким-то образом их разъединить. Казалось бы, мы можем взять за какую-нибудь деталь и просто поднять ее, но нет. Они все связаны, и когда мы беремся за одну деталь, она тянет все остальные за собой. И даже после того, как вы разъедините эти детали, вам еще необходимо будет собрать их обратно. И это тоже не такая уж и простая задача. Головоломка имеет третий уровень сложности из шести, и предлагаю сразу перейти к анбоксингу и решению этой головоломки. Поехали! Начнем взор головоломки с моей стандартной фразы. Итак, вот наша головоломка на сегодня. Называется она Hashtag, имеет третий уровень сложности из шести, и задача заключается в том, чтобы рассоединить этот хэштег. Кстати, эта головоломка интересна тем, что ее придумал россиянин. Посмотрим, сейчас указано это в инструкции или нет. Но я уже вижу, что на испанском это не указано. Возможно, это будет на русском указано, но мне кажется, уже вряд ли. Так. И здесь интересно то, что корейский язык идет после русского. Стандартно в инструкции всегда русский идет последним. То есть вот этот язык в конце, последний, это русский. А здесь еще корейский есть. А купить любую головоломку от компании Hanayama вы можете в крупнейшем в России магазине головоломок. В этом магазине вы найдете не только металлические деревянные головоломки, но и огромный выбор любых кубиков Рубика. От 2х2 до 19х19, от бюджетных моделей до топовых, абсолютно любые модификации этих кубиков. И все, что только может быть связано с тематикой спидкубинга. Это маты, таймеры, смазки, запасные детали для кубиков, подставки и все, что нужно настоящему спидкуберу. А также магазин гарантирует лучшую цену, быструю доставку и при каждом заказе вы получаете подарок. Это может быть кубик-брелок, смазка для кубика, подставка для кубика и множество других подарков. Все будет зависеть от вашего заказа, но подарок вы получаете каждому заказу. В описании оставлю ссылку на магазин CCC Store и на их TikTok, где вы можете выиграть 500 рублей на будущей покупке. А мы вернемся к решению нашей головоломки. Итак, старт, время пошло. Давайте посмотрим, что мы имеем. У нас есть головоломка, которая вот такая подвижная. То есть у нас получается 4 части. Интересно, все эти части имеют одну форму или нет? Давайте рассмотрим хотя бы одну деталь. То есть у нас получается она в форме буквы Z, в форме буквы S. То есть вот у нас получается вот такой изгиб. Вот буква S идет. Здесь есть отверстие. Пока не знаю, будут ли эти отверстия использоваться, но судя по всему они чисто декоративные, скорее всего. Либо для того, чтобы ориентироваться как-то по ним. Это одна буква S. Давайте сразу на другую сторону перевернем. Так, здесь. Как минимум здесь такая же буква S. Ее можем как-нибудь сдвинуть, чтобы было лучше видно. Ну, в общем, вот здесь тоже буква S идет. Вроде бы. Так, так и так. Да, буква S такая же. Теперь смотрим вот эти боковые. Здесь написано Shift. Сдвинь. Буква S. И с этой стороны тоже Shift написано. Так, у нас как минимум две детали без надписей. У нас получается... А, вот здесь еще написано Ханаяма. Так, давайте еще раз рассмотрим. Вот здесь написано Shift. Переворачиваем. Здесь написано Shift. Здесь у нас никакой надписи нет. Здесь есть надпись Ханаяма. А, здесь Ханаяма. То есть у нас две такие детали, две такие. Что мы можем делать? Как они у нас скованы? Если мы пытаемся просто поднять деталь вот так, она у нас упирается. У меня есть подозрение, что ее нужно будет вот так развернуть. То есть мы поднимаем и разворачиваем. У нас вот эта скована. То есть нам для того, чтобы развернуть, надо, чтобы вот эта деталь тоже поворачивалась. Потому что если мы будем разворачивать, этот вот разрез, он как раз... Вот эта прорезь, она как раз пройдет вот сюда. Кстати, посмотрите, как отпечатки пальцев остаются на этих глянцевых деталях. Она еще и бликует очень сильно, потому что она фактически зеркальная. Но отпечатки, конечно, очень сильно остаются. Хотя у меня руки идеально чистые, как вы видите. Отпечатки очень сильно остаются. Так. Давайте пробуем сделать сразу так, как я хотел. То есть вот мы ставим ровно. Теперь начинаем поднимать. И как-нибудь разворачивать. Если мы поднимаем вот эту деталь, у нас вместе с ней поднимается и вот эта деталь. И она с собой тянет вот эту деталь. А вот эта деталь с собой тянет вот эту деталь. Мне она, кстати, очень напоминает по своему типу каст вортекс, если не ошибаюсь, называлась. Это такой круглый пазл был. Вот она очень похожа, потому что там вы тоже поднимали одну деталь, и лестникой за ней все остальные тянулись. Вот, получается. У нас выстраивается такая лестника. И там в каст вортексе нам необходимо было взять две детали и повернуть их боком для того, чтобы разъединить. Давайте тут пробуем как-нибудь так сделать. То есть, в любом случае, у нас будет разворотом все решаться. Так, нам нужно взять... Если вот так сделаем, то у нас ничего не поменяет. У нас просто симметрично все развернулось зеркально. Мне кажется, тут одно какое-то положение будет вдоль их миллиметров, в котором все это откроется. А, вот, кстати, я что-то нашел. Смотрите. Вот сейчас я поднимаю две детали, и они особо другие не толкают. И смотрите, они начали раздвигаться. Так, либо я на верном пути, либо я, к минимуму, понял, в какую сторону нужно двигаться. Да, видите, вот, что происходит. Вот здесь уже выходит с одной стороны, а с другой стороны пока нет. Что с другой стороны мешает? Есть, решил, потратил на это 4 минуты 20 секунд. Но это еще не самое сложное. Самое сложное будет теперь собрать ее обратно. Но что разобрать, как видите, было, в принципе, не так сложно. Но теперь... Хорошо, что я сразу обратил внимание на то, как у нас были расположены эти надписи. Потому что у нас две детали с надписями Ханаяма были, и у нас надписи Ханаям были вовнутрь. То есть у нас вот... А давайте, кстати, посмотрим, у нас вообще они одинаковые или нет. Если не обращать внимания на надписи. Нет, не одинаковые. У нас вот эти детали с отверстиями. Для того, чтобы нам проще было ориентироваться, скорее всего, сделано, потому что мы эти отверстия не использовали. У нас получается две детали с отверстиями, вот, и две детали без отверстий. Давайте их вообще сравним. Вот эти у нас с отверстиями. Без отверстий одинаковые. Теперь с отверстиями. А у нас все детали одинаковые. А, нет, нет, все-таки не одинаковые. Смотрите, разница в вырезах. Вот здесь вырез вот досюда, такой глубины. А, может, нам просто перевернуть? Нет, все-таки разные Они у нас разные, да Вот здесь вырез глубже То есть вот этот вырез глубокий И этот вырез тоже глубокий А здесь Точно так же, да То есть у нас две детали с более глубоким вырезом Сейчас, мне кажется, я потрачу уже больше времени Но, тем не менее, предлагаю вам писать в комментариях свои варианты Сколько времени мне понадобится Сброс, старт То есть не обязательно писать точное время Просто напишите больше, чем на разбор или меньше Так, у нас две детали с надписями Shift Мы их ставим не так, получается, нужно ставить А вот так Есть И теперь две детали с надписью Ханайяма Надписью Ханайяма вовнутрь Как они у нас вообще будут стыковаться А, я понял, давайте сначала вот так сделаем Так Теперь Так, вот так И нам необходимо вставить еще одну деталь Вот так Вот так Так просто мы ее не вставим Мы не сможем запихнуть никак Как бы мы ни пытались Поэтому давайте разбирать Но, тем не менее, мы теперь знаем, как они должны располагаться Какие детали мы вообще двигали? Я понял Может быть мы двигали те детали, которые с надписями Shift Может быть это подсказка нам? Так, давайте попробуем их Будем двигать те детали, у которых есть надпись Shift В принципе это логично, наверное А может быть и нет Давайте все-таки сначала пробуем Shift поставить И пробовать вставлять с надписью Ханайяма Так, ну к минимуму я понял, что нам нужно будет делать Все Идея понятна, теперь нужно только правильно их взять Теперь мы поменяем Перевернем вот эти детали Сделаем и нет Перевернем вот эти Вот так И здесь мы перевернем Вот эту деталь Нет, не эту Вот эту Так Хорошо, пробуем-то по-другому Пробуем вот так сделать Переворачиваем И переворачиваем Есть, все Стоп Потратил чуть меньше времени, чем на разбор этой головоломки Так, какие я в итоге крутил? То есть я взял детальки с какой надписью? Давайте еще раз И проверим Я брал за детальки с надписью Ханайяма То есть вот так я держал за детальки с надписью Ханайяма Так, поворачиваем и объединяем Все, головоломка решена В принципе, здесь я полностью согласен с тем Какой уровень указан на коробке Указан третий уровень сложности из шести Пятерка из десяти Я бы даже на самом деле сказал, что, наверное, шестерка из десяти По десятибалльной шкале Но так как здесь меньше градация до шести В принципе, тройка из шести вполне справедливо Мне головоломка понравилась Оригинальная, красивая Решается не каким-то глупым образом Потому что бывают Ханайями головоломки вот подобные Где нужно найти какую-то долю миллиметра Для того, чтобы как-нибудь пропихнуть деталь Нелогично Здесь все логично Мне головоломка очень понравилась Просто используйте логику и она разбирается Очень крутая головоломка Хэштег Крутая головоломка Подводя итоги по головоломке каст Хэштег Могу сказать, что это действительно интересная головоломка Она не сложная Но при этом у нее оригинальное И самое главное честное решение Потому что часто в головоломках Ханайямы Вам необходимо каким-то особым образом Повернуть детали, что является совершенно нелогичным А просто как-нибудь на ощупь найти маленький зазор И через этот зазор вынуть какую-нибудь деталь Здесь все максимально логично Вы видите эти детали Видите их форму Никаких секретов нет Вы просто поворачиваете И они рассоединяются Вот такие головоломки на лодку Мне нравятся больше всего Они действительно интересные И надеюсь, вам понравилось сегодняшнее видео Если так, не забудьте подписаться на мой лайв-канал Ссылка в него есть в описании Также в описании Ссылка на мой инстаграм, на мой тик-ток И на все остальные социальные сети И на этом все Спасибо за просмотр Всем пока